Добрый день! В этом номере гудка на третьей странице читайте о том, как на дальневосточной железной дороге борется заторами. На дальневосточной железной дороге погранпереходов, портов по-прежнему напряженная ситуация, непростая ситуация с брошенными поездами. По данным на 9 декабря здесь стояло 150 поездов. 150 брошенных поездов это, конечно, значительная цифра. Проблема в том, что все началось еще в ноябре из-за штормов. Не могли вовремя подойти сюда, чтобы принять грузы, которые железнодорожники привозили в порты. Из-за этого началось скопление. Потом, конечно, подбавил проблем мороз, грузы смерзлись. Это может быть и уголь, это может быть и железная руда. Разгружать такой груз весьма сложно, потому что сыпучий некогда, он превращается в трудный конгломерат. У ряда грузополучателей также есть проблемы с наличием гемкостей. Из-за этого, там, один из грузополучателей получал не разгружал не 90 вагонов, а 60. Конечно, это тоже значительное сокращение мощностей. Дорога всевозможными, всеми возможными способами пытается бороться с пробками. Создана специальная комиссия здесь, для Восточной гестрали. Ведется плотная работа с грузоотправителями. Удается более-менее справляться. Сейчас, например, на грузовом дворе Хабаровск-2, где контейнерные грузы, потихоньку удается наладить ситуацию. Здесь еще недавно совсем удалось вместить тысячу контейнеров, хотя номинально площадка предназначена для СМСОТ. Совет директоров РЖД одобрил финансовый план и инвестиционную программу компании на 2012-2014 годы. Общий объем инвестиций, которые компания вложит на три ближайшие года, составляет триллион сто миллиардов рублей. Однако интересно то, что в следующем году, в 2012-м, инвестиционная программа компании составит 428,4 миллиарда рублей, что является своеобразным рекордом по абсолютным показателям за последние 20 лет. Так, инвестиционная программа превысила 400 миллиардов рублей только однажды. Она такой планировалась в 2008 году перед кризисом и составляла 402 миллиарда рублей. Увеличение финансирования позволит компании решить ряд вопросов по развитию инфраструктуры. В частности, она направит средства на развитие Московского транспортного узла, ускорится движение пассажирских поездов от Москвы до Адлера. Между Краснодаром и Ростовом на Дону появятся электрички в аэропорты Казани и Владивостока, а также будет развиваться инфраструктура на подходе к дальневосточным портам. Тем не менее, в компании отмечают, что в эти годы, то есть в 2012-2014, у РЖД уже не останется резервов по собственным средствам, которые можно было бы получить от продажи дочерних компаний. Поэтому компании придется занимать на внешних рынках. Предполагается, что кредитный портфель, который сейчас составляет 300 миллиардов рублей, будет увеличиваться на 100 миллиардов ежегодно. Также, понимая, что условия на рынках сейчас не очень хорошие, компания закладывает осторожные параметры в виде выручки и увеличения погрузки. Это будет примерно по 3% ежегодно. Вагонным хозяйством, департамент вагонного хозяйства компании принято решение провести профилактическую работу по предупреждению изломов боковых рам литых деталей тележек. Связано это с тем, что тем более с наступлением холодов возрастает риск излома деталей тележек. Так только в первом полугодии 2011 года произошло таких случаев на сети 21. К сожалению, очень часто бывает, что поступает бракованная продукция заводов. И поэтому очень важно, чтобы сотрудники компании вовремя обнаруживали эти дефекты. И здесь, конечно же, зависит все от технологической дисциплины этих сотрудников, от мотивации. В частности, для дополнительной мотивации компании направлены дополнительные средства. Это порядка более 30 миллионов рублей. Вовремя выявляемые дефекты поощряются. Также отмечен ряд сотрудников, которые вовремя выявили и предупредили серьезные аварии. Но, тем не менее, три дороги остаются на сегодня в зоне риска. Это Свердловская, Забайкальская, дальневосточная дорога. Поэтому есть надежда, что проводимая профилактика, поможет предупредить такие случаи, и мы обойдемся без них. Есть такой анекдот, почему Федор Конюхов стал путешественником. Ответ, потому что он боится летать на самолетах. На самом-то деле, это далеко не так. Вся жизнь и все путешествия Федора Конюхова доказывают только то, что он вообще ничего не боится. Родился и вырос знаменитый наш путешественник на Азовском море. Его дед, бывший морской офицер, был знаком с Георгием Седовым, покорителем Арктики, и поэтому считал, что покорять Арктику должны обязательно выходцы из Приазовья. Федор Конюхов с детства вел спартанский образ жизни. Ему ничего не стоило переночевать на голой земле, искупаться в ледяной воде, пробежать несколько десятков километров. Страсть к путешествиям его захватила целиком. Он с детства научился водить яхту, он совершал долгие пешие переходы, он поднимался на небольшие, пока еще в юности, горы. А знаменит Федор Конюхов тем, что он первым, наверное, из всех путешественников покорил пять полюсов земли. Это северный и южный полюс, полюс относительной недоступности, находящийся в стороне от северного полюса. А полюс высоты — это вершина Эвереста. И полюс яхтсменов, который находится на мысе Горн в Южной Америке, считается, в общем, гиблым местом для всех мореплавателей. Федор Конюхов в одиночку совершает, казалось бы, фантастические путешествия. Он пересек Атлантический океан на весельные лодке, в одиночку совершил кругосветное путешествие на огромной яхте-катамаране и покоряет одну за другим высочайшие вершины мира. В этот момент, накануне своего 60-летия, которое он отметит сегодня, он находится в Эфиопии, где по просьбе эфиопского правительства он прокладывает альпинистские маршруты по высочайшим горам этой страны для привлечения иностранных туристов. Федор Конюхов путешественник, писатель, художник от Бога, как говорится, потому что, в общем-то, такой силе духа, такому таланту и такой неудержимой страсти к путешествиям может позавидовать любой человек. Он примерный семьянин, его дочь и сын без памяти любят своего отца, они уже взрослые, но семейные узы связывают их накрепко. Нет ни одного дня, когда бы Федор Конюхов не общался со своими детьми и со своей женой. Он глубоко верующий человек, на свои деньги построил несколько церквей, и своему такому вот физическому долголетию он не устает благодарить за это Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова